Каждую тренировку лучше всего начинать с разогрева. Это обязательно, потому что, во-первых, как минимум, мы снижаем риск травм и опасность, а во-вторых, разогреваем полностью, не только свое тело, но и свои мысли. Рекомендую начинать обязательно с головы. Меньше всего мышцы действуют сверху, чем снизу, и поэтому, начиная от головы, мы приводим свои мысли, и дальше кровоток идет вниз, вниз прогревая свое тело. Итак, попробуем. Сначала разомнем шею. Начнем в одну сторону, в другую. Вниз, назад, с поворотами. Дальше прокручиваем голову, как спереди, так и сзади. И переходим на полные круги, как в одну сторону, так и в другую. После этого переходим к плечам. Начинаем полностью одним плечом работать, потом другим, в обратную сторону. Обязательно, чтобы проходил полный круг. И обязательно теперь делаем двумя плечами и в другую сторону. И теперь уже подключаем дыхание, чтобы прикрывалась полностью и гортань, и все тело, и температура в теле поддерживалась и увеличилась, чтобы мы не оставали. После того, как поработали плечами назад и вперед, можно поменять и делать противоположные движения сразу же плечами. Хорошо. Дальше переходим уже к рукам. Полностью провернуть руку, чтобы здесь мы чувствовали растяжение с одной руки. Также мы делаем с другой ноги руки несколько раз. Идем в обратную сторону. Обязательно, чтобы вся суставная сумка прогрелась. После чего также мы делаем и двумя руками в одну сторону, и в другую. А дальше рекомендую поменять с темболитом, делать точки со вздохом. Например, сделать круг наверх вдохнули и круг обратно выдохнули. И круг наверх вдохнули, и круг обратно выдохнули. После чего мы нужно растянуть току, чтобы прогретые мышцы потянутся в одну сторону, потом потянемся в другую сторону. Так сделать несколько раз. После этого можем разогревать свои рёбра. То есть мы вытягиваемся до сюда, на самый верх, и в рёбрах только в рёбрах гнёмся. Ощущение, как будто бы они поднимаются чуть-чуть, и чувствуем в этой месте растяжение. В одну сторону погнулись, так же в другую сторону прогнулись. Сделали это несколько раз. После делаем, берём свои пальцы, гнёмся в сторону. Ощущение, что за пальцем у нас в самую-самую даль. Тянут, 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 тянут. Обязательно не заворачиваемся ни вперёд, ни назад, чтобы весь бок был растянут. Растянули в одну сторону, плавненько повторили в другую сторону. Главное не рвать и не торопиться. Если будем очень быстро всё делать, если из-за того, что не разогретое тело, пройдёт какая-либо травма. После того, как мы погнулись в сторону, идём вперёд. Наклоняемся на 90 градусов, у нас образуется ровный угол. Теперь мы можем прощёлкнуть, вставить свои суставы, прощёлкнув их. Можно руками провести по ногам. Таким образом мы тоже немножко взбодрим мышцы. Пустим кровь по сильнее. Поднялись. Теперь также забиваем бёдра. Сначала в одну сторону, в самый край, потом в другую сторону, вперёд и назад. И по кругу прошли бёдра в одну сторону и в другую. Так можно сделать несколько раз. После этого рекомендую нам немножечко выгнуться, чуть-чуть не сильно. Поставить большие пальцы на наши мышцы. Не на сам позвоночник, а на большие мышцы. И сделать массаж небольшой. Таким образом, кровь разойдётся по мышцам. Они будут насыщаться и разогреваться. Вдобавок, скорее всего, мышцы уже к этому времени забиты. К началу тренировки мы их должны также взбодрить. То есть, несколько раз пройдя такими массажными движениями вверх-вниз, мы их приведём в определённый тонус. После чего мы можем поменять положение. И также их уже растереть посильнее. Тогда мы почувствуем тело и тепло в нём полностью. Так. После того, как мы это сделали, дальше рекомендую наклониться. Снова на 90 градусов. Ноги уже шире. Мы начинаем в одну сторону сгибать коленку. И там у нас начинается растяжение в паху. То есть, мы бёдра, в данном случае, немножко меняем. Поменяли, растянули. Потом перешли на другую ногу. Делаем это аккуратно и плавно. Каждый раз всё ниже и ниже. Спокойненько. Главное, очень сильно не пружинит. И там мы тоже можем порвать. Спокойненько. В одну сторону поработали. Потом плавненько поработали в другую. Потом перешли уже в самый низ, если можем. Кто-то может поставить на пятку. Кто-то также на полупальцах. Главное, сильно очень не пружинить. Спокойненько. Всё делаем спокойно на разогреве. И не забываем про дыхание. В одну сторону перешли, на другую сторону. Потом снова можем перейти в одну сторону и повторить на другую. После этого вытягиваемся, поднимаем. Вытягиваем ноги. Корпус опускаем в самый низ. Растягиваем уже под коленками. Дальше мы сменяемся. Одной ноги по сене потянулись. Снова в центр потянулись. Другой ноги снова в центр. Так можно тоже сделать несколько раз. После чего поднимаемся наверх. И такой волной. От головы прогибаемся. Наверх потянулись. И дальше делаем волну вниз и вверх. Обязательно дышим. Наверх подняли, вдохнули. Идем вниз от головы. Выдохнули. Меняем положение. Идем наверх. Вдох. Вниз. Выдох. Таким образом мы начинаем прогревать еще сильнее спину. Дыхание. И общее ощущение в теле становится уже более приемлемым к какой-либо работе. После того, как мы сделали несколько раз вверх-вниз, можно сделать вертикальный волну. Начиная от плеч. Прошли плечи назад. Ушли бедра. Плечи, бедра. Таким образом у нас уже именно сам низ будет работать. Наша задача, чтобы весь позвоночник прохрустелся, прошелся. После того, как мы прогрели тело, мы уже испытываем ощущение тепла и общего тонуса. Теперь можно переходить уже к стопам. Потому что мы только что от головы спустили в самый самый низ. Когда мы приходим к стопам, их нужно также сначала промять. Поэтому сначала мы ставим на полупалец. И обязательно, чтобы не на мизинец. Это наша ошибка. Мы иначе будем эту часть закачивать. И в результате это придет, потому что мы будем неправильно стоять. И просто будем подворачивать ноги. Поэтому стоим ровненько. Коленочка смотрит вперед. Подъем уходит вперед. Здесь у нас как будто бы иголочка. И все натяжение идет между первым и вторым пальцем на самый верх. Проваливаем вперед. Здесь иголочка. Постоятельно на этой ноге можно присесть одновременно. И самое главное, чтобы вот эта часть подъема ходила вперед. Поддавили, поддавили. Поменяем. На другой ноге плавненько так же встали. Поддавили, поддавили. Еще поменяли ноги. Так нужно сделать несколько раз. Опять-таки повторюсь. Главное не рвать. Делать плавно все. Спокойно. После чего сделаем следующее. Ставим также на полупальцы. Потом подворачиваем пальчики под себя. И так же прогибаем. Точно такие же параметры. Подъем уходит вперед. Здесь иголочка. И так же стягиваем между первым и вторым. Главное нам поставить за пальцем. Не вот такую вещь сделать. А именно за вот эти косточки переводить еще сильнее вперед. Тогда мы и пальцы прогреем, и сам подъем. Потом ставим на полупальц. Поставим. Повторяем с другой ноги то же самое. Так же плавненько несколько раз можно повторить. Сделать с одной и с другой ноги. После этого мы можем уже спокойно вставать. А полупальцы. Сначала один полупальц. Потом два полупальца. Один. И каждый раз мы проваливаем подъемы вперед. Все сильнее и все сильнее с каждым разом. Таким образом на стопочке становится более разогретой. После чего мы можем перейти к легкому маршу. Сначала мы, например, подняли. Одну стопочку вытянули полностью подъемы. Подержали немножко. Подержали. Меняем. Другую стопочку вытянули полностью под себя. Меняем. Потом потихонечку ускоряемся. Но каждый раз стопа должна полностью быть вытянута. Потом мы начинаем менять скорость увеличить. И менять уровень подъема коленки. Но при этом подъем должен быть вытянут. Потом еще выше. поднимаем и не забываем, что при всем летом мы продолжаем постоянно дышать. И когда мы греемся, дышим именно ртом от рта, чтобы вся грудь выполнялась и работала. Сделав такой комплекс, каждый раз меняя выше-ниже, мы уже прогрели, получается, не только вес грудью, но и стопочки. После чего их нужно до конца довести. Сделаем уже просто последние шаги. Поднимаемся на полупальцы и идем каждый раз поднимаем, поднимаем стопочку. В одну строку. Поднимаем, мы каждая справа. Потом поворачиваемся и наверх идем уже на пяточках. Идем, идем на пяточках. После этого поворачиваемся вниз, идем на мизинчиках. Так, пройдя вниз, меняемся, идем наверх уже на навалах. Таким образом, мы каждый раз способны тому, чтобы стопа могла быть более эластичной. После этого снова идем вниз на полупальчиках. Так. Теперь поворачиваемся и дальше придумываем для себя свою любимую комбинацию, чтобы каждый раз это поменялось. Например, идем на пятках, потом на мизинцах, на навалах, на мизинцах, на пятках, на мизинцах, на больших, на полупальцах. Прошлись, 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 остановились. И в конце уже тело прогрето остается. Догреваем только пальцы. Только пальцы идут, 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 чтобы тело не шевелилось, плечи не шевелились. Просто стоим и только пальчики нас выводят в передверт.